Радио Болтком Это уже не соблюдение строительных нормативов В 10 утра Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них Обстоятельные ответы А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что Мы коммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов Я понял вопрос В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко На вопрос у меня был господин Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос, а к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Всем доброе утро, здравствуйте Утро понедельника Мы начинаем программу Добро пожаловаться И я напомню, что на ваши вопросы по коммунальным всевозможным проблемам отвечают наши уважаемые эксперты Это председатель правления товарищества центра консультации собственников квартир Председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко Доброе утро, здравствуйте Доброе утро И эксперт с опытом организации и руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе и РНП Эвер Гонтарев Здравствуйте, Айвер Доброе утро В прошлой передаче мы не успели ответить на вопрос слушательницы, которая, значит, обратилась, прислала, я понимаю, скриншот своего счета И попросила прокомментировать Там ее смутила вторая строчка Можно ли что-то сказать по вот этому пункту? Ну, во-первых, я историю распечатки не очень понял, был ли это счет или это был план управления Это был план управления А, это был план То есть управляющая компания предложила среди прочих мероприятий по ремонту и содержанию зданий Еще мероприятие по ремонту отмостки Отмостка это бетонная полоса вокруг здания, фундамента здания Которое, ну, по идее, по старым временам защищало фундамент от грунтовых, ну, не грунтовых, а сточных вод То есть она отводила источные осадки подальше от фундамента здания Ну, такая работа, в принципе, она имеет место быть Насколько там она необходима, насколько она оправдана и как она запланирована Но из этого сделать вывод невозможно Просто одно из мероприятий, которое предлагается в качестве мероприятий по сохранению и содержанию зданий То есть в данном случае собственники должны посмотреть на весь комплекс мероприятий И выбрать те мероприятия, которые им более в душе и по их соответствуют их намерения Я напомню нашим слушателям, что, во-первых, можно звонить к нам в прямой эфир 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9 И писать нам на WhatsApp Если, ну, скажем, дозвониться сложно или удобнее Таким образом держать связь Номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1 2-3-0-6-1-9-1 Пишите Обязательно ответим на ваши вопросы Я думаю, что вот сейчас одна тоже из актуальных проблем Ведь в Риге есть и частные, ну, дома И наверняка вот в такую погоду возникает вопрос Ведь убирать, во-первых, прилегающую территорию должен сам владелец дома По закону Да, должен Владелец дома должен убирать территорию Которая за ним закреплена как функционально необходимый участок То есть это есть границы участка И плюс прилегающую публичную территорию Это все, что от граничит своего участка до дороги Таковы правила И да, должны убирать В соответствии с правилами Номерической думы Все домовладельцы, неважно Частные, государственные, муниципальные Все должны убирать Просто вот знакомые, у которых частный дом Собираются уехать отдохнуть И вот что делать, например, если вся семья Ну, вот, владельцы этого дома уезжают куда-то Ну, не знаю, покататься на горных лыжах Или куда-нибудь в Дубае, там, к теплым местам Но сам факт, что остается без присмотра Ну, как дом закрыт Они обеспечены, должны, обязаны обеспечить уборку Неважно, есть они здесь Вообще, живут они в Латвии или нет Если ты домовладелец То ты должен обеспечить уборку Ты можешь жить в Дубае Ты можешь жить в Соединенных Штатах Или в Объединенном Королевстве Это неважно Ты должен, как домовладелец, обеспечить уборку То есть это нужно договориться Ты можешь нанять людей Ты можешь договориться с соседом Какую-то фирму найти Но это твое дело Потому что я сразу предупреждаю Во-первых, твоего отсутствия домовладельца Или его представителей на участке Во-первых, не освобождают от административной ответственности И материальной ответственности Не дай бог, если в связи с тем Что не будет убрано надлежащим образом Прилегающая территория Пострадают люди Там санкции достаточно серьезные Кроме административной ответственности Плюс компенсации Вреда Это прилично Поэтому вариантов нет Уезжайте всей семьей Но позаботьтесь Наймите кого-то на это время Чтобы он присматривал за вашим участком Напомню, телефоны 67212-93-9 67213-93-9 Мы отвечаем на вопросы Которые поступают как по телефону Так и по ватсапу Здравствуйте, доброе утро Доброе утро Да, пожалуйста Ваш вопрос Слушайте телефон Там запаздывает немножко В радиоприемнике, я слышу Да Значит, господин Усидоркин У меня такой вопрос Да, задавайте Слушаем Значит, имеют ли право Владелец квартиры Получить заверенную копию протокола Собрания На котором было выбрано правление И заверенную копию договора Об обслуживании дома Между управлением И обслуживающей компанией И что может Ограничивать это право Если при получении Этих документов Я ставлю свою подпись Беря дальнейшую ответственность На себя Ну, тут вопрос Двойной Первый Имеет ли Владелец квартиры Получить протокол О выборах Или там Ознакомиться с протоколом Скорее ознакомиться С протоколом О выборах Правления в товариществе Да, если он является Членом товариществ Если он не является Членом товариществ То товарищество Не обязано Его ознакомиться С своими внутренними документами Может, но не обязано Если мы говорим о том Что между товариществом И какой-то Обслуживающей организацией Заключен договор То это неотъемлемый документ Дело дома И обслуживающая организация Обязана Ознакомить Собственника Квартиры С таким документом Я еще раз подчеркиваю Ознакомить Не всегда мы обязаны Или эти организации Обязаны выдавать Копии Они обязаны Ознакомить То есть дать возможность Человеку В нормальных условиях Сесть Прочитать Сделать выписки Какие-то Может быть Если организация Не возражает Сфотографировать на телефон Копии мы не обязаны Выдавать А вот Эти вещи должны Ознакомление С этого Такого рода документов Поскольку они Могут содержать Чувствительные данные Персональные Производятся По следующему Процедуре Письменно Запрашивается У соответствующей Либо у Бедвибы Либо у Управляющей Управляющей Компании Перечень документов С которыми Вы хотите Ознакомиться Управляющая Компания Должна Предоставить Вам время И место Где вы можете Прийти И ознакомиться Таков порядок А как я могу Если я только Есть протокол И в протоколе Не может Представить Потребовать Это может Сделать Запрос Член Товариства Или только Это делают Юристы Имеющие Какую-то Компетентность Я бы сказал Так Может Сделать Запрос Любой Но насколько Он будет Грамотным И насколько Он будет Иметь Юридический Вес При дальнейших Разбирательствах Ну здесь Уже Тогда Если вы Хотите Начинать Юридический Спорт Наверное Надо Оценивать Ваше Собственное Знание В юридической Клоскости Насколько Вы юридически Подкованы Насколько Юридически Однозначно Будет Написан Ваш Запрос Я не могу Дальше Консультировать Я не Юридически Можешь Ясно Спасибо Спасибо Пришел Вопрос Вот на Номер Ватсапа Я еще раз Напомню 2 3 0 6 1 9 1 Пишут Нам следующее Доброе утро Многоквартирный Дом Например Ремонт Крыши Обязанность Всех А если Это протечки На фасад Из-за Пристройки На седьмом Этаже И течет Между шестым И седьмым С террасы В любом случае Это за общий счет Потому что Пристройка Если она Внесена Ну если она Входит в состав Дома Ну какая разница Где протечка Если она Идет снаружи И по конструкции То это общий счет Потому что Она наносится Вред в любом случае Общей части Конструкции Так что А если Имеется ввиду Допустим Потому что Эта пристройка Имеет Там Балкон Я не знаю Это все равно Балкон тоже Является Общей частью Потому что Перекрытие Балкона Или лоджии Это общая часть Так что В любом случае Это должно Делаться За общий счет Единая Целая Конструкция Здания А вот Все-таки Разобраться С этой пристройки Я понимаю Что смысл Все-таки Вопроса В том Что есть Подозрение Насколько Ну официальным путем Эта пристройка Появилась У дома И не было ли Скажем Каких-то нарушений Во время Вот строительства Этой пристройки Из-за чего Возникла Эта ситуация Ну во-первых Для того Чтобы это Узнать Тогда пожалуйста Заказывайте Строительную Экспертизу Приглашайте Строительных Специалистов Делается Техообследование Делается Сертифицированные Специалисты Они готовят Заключение В чем В чем Является Причина Вот такое Попадание Влаги Это первое Где она Где эта Причина В чем она Спрятана И второе Уже тогда Там специалисты Могут дать Предварительное Заключение Или свое Мнение Высказать О том это была Либо ошибка При проектировании Либо при согласовании И так далее Ну а дальше Уже тогда надо По этому Надо будет Дальше Разбираться Но я думаю Что это дело В общем-то В целом Такого рода Разбирательство Бесперспективное Потому что Пристройка Наверняка Существует Достаточно Давно И даже Выясните Вы что Десять лет назад Кто-то Где-то Что-то Нарушил Кому Вы будете Предъявлять Претензии Вы на это Выяснение Можете Потратить И вообще На юридическую Процедуру О том Чтобы доказать Что-то Можете Потратить Деньги Гораздо Деньги Гораздо Больше Чем на То Чтобы Привести В порядок Все это То есть Ну Я Не очень Понимаю Ну хорошо Но выяснится Что 15 лет назад Какой-то чиновник Дал какую-то Неправильную Подпись Ну кого это Дальше Устроено Кому Предъявлять Претензии Даже если Мы берем Ригу К строевой праве Вы уже Предъявить Претензии Не можете Потому что Ее нет Просто Как организация Ее больше Не Ну кому Еще Владельцу здания Он скажет А у меня Вот Пожалуйста У меня есть Разрешение Ну Вообще Я бы сказал Так Что очень Я бы призвал Всех Очень мало Надеяться На то Что вы Где-то Найдете Таким образом Правду По любым Вопросам Лучше Своевременно И четко Вешать Вопросы Еще Вот Тут Любопытная История Может быть Вы могли бы Прекомментировать Что Центр защиты Прав потребителей Оштрафовал Частного Домоуправа Предприятие Вот Севинити Солюшенс На 5000 евро И Компанию Обвинили В том Что она Вела Нечестную Коммерческую Практику Связанную С выставлением Счетов За коммунальные Услуги Потому что Что это Другие По их Установки Установки И так далее Радует Что Все Начинают Вникать В коммунальную Сферу Потому что Коммунальная Сфера Касается Полностью Каждого Жития Латвии Полностью Каждого Жития Латвии И то Что они Начинают Наблюдать И следить За тем Кто Что Делает Ну Это Поздравительно Так Наверное Есть ли Такое Слово На русском Языке Мы Рады По Конкретному Делу Северинити Да Ну Там У них Скажем Так Это Было Такое Время Когда Центр Инспекция Данных Дату Валст Инспекция Она Приняла Новое Решение О том Что Вот Просто Счет В почтовый Ящик Нельзя Кидать Что Он Должен Быть В конвертике Заклеен Чтобы Как бы Третья Персона Не могла Быть Свободный Доступ К вашим Данам Мы Это Понимаем С точки зрения Какая разница Счет В почтовый Ящик В конвертике Или Если хочешь Вытаскиваешь И открываешь И все Видишь И следуя По этой Регули Тогда Получалось Дом Прав Чтобы Выполнить Все Обязательства Им Нужно Было Строго Настрого Если Ты Высылаешь Счет В физическом Виде То есть Не в элитонном Виде А физическом В почтовый Ящик Тогда Получались Доп Издержки Доп Издержки В 5 Евро Наверное Очень хорошая Цифра Но Фактически Издержки За Конверт И Какое-то Распространение Это Наверное Можно было Взять Следуя Логике Этого Дела Который Рассмотрел В ТАЦ Там Было Сказано Что За Все Издержки Связаны С Домом С Читом С Оплатой С Читов Это Обязательство Квартиры Обязательно Платить Но С ними Должны Обсуждаться Такого Рода Топ Сервис Их Назовем Так И Согласны Ли Они На Эт И Проблема С Виндой Была В том Что Они Поступали Очень Агрессивно То есть Они Выставляли Доп Позицию И Потом Из Люди Как Поступали Люди Получали Что Кто-то Оплачивал И Не Парился А Кто-то Все Получал И Начал Задуматься Зачем Мне 5 Евро Ну Давайте По-другому Договоримся И Все равно Эти 5 Или 10 Евро Пока Человек Понял Что Например Он Может Зарегистрироваться В электронном Виде Получается Они Капали 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 И Они Не Списывали Это Из-за Того Что Нет Достаточной Коммуникации С Жить Житель И Далее А Продолжали Еще Больше Больше Нагитать Ситуацию Уже Угрожая Из-за Того Что Вот Есть Долг В этой Позиции Уже Угрожая Что У вас Дома Отключат Тепло Ну Где Тепло И Где Издержки За То Что Счет Ты Кладешь В Конверт Ну Из Центр По защите Потребителей Понял Тоже Ситуацию Что Ну Вот Где Тепло Вода Там И Все Остальное И Где Ваши Сдержки За Выставление Счетов Что Это Разные Позиции И Так Агрессивно Неотступчиво Так Таким Образом Поступать Нельзя Из-за Этого Они Были Наказаны У них Было Уже Предупреждение Они Игнорировали Это Предупреждение Из-за Этого Их Наказали Ну Я бы Сказал Что Меня Тоже Я бы Приветствовал Обращение Центра По защите Потребителей На Эту Позицию Потому Что Давайте Вспомним Вся Законодательная Громадная Инициатива Которая Сеймон Подносилась Дикий Прорыв В решении Коммунальных Проблем А так Называемые Прямые Платежи Были Разбиты Об Одно То Что Монополисты Тихо Сказали Пусть Будут Прямые Платежи Но Стоимость Счета При прямом Платеже Собственника Квартиры Возрастает На 3-4 Ер Это было Тогда Сейчас Наверняка Эта цена Ими поднимется Поскольку Резко Возросли Почтовые Услуги Но На самом деле Я бы Скал Так Что Вообще Обоснованность Представления Таких Позиций Она Весьма Сомнительна Как и Само Требование По Усложнению Если бы Он так Толком Разбирался В этом деле До конца Он же Наверное Сравнил Эту ситуацию Которую Только что Поменил Сергей О том Что все Монополисты Поставщики Канальных Услуг Рига Суденс Рига Силтумс И все остальные Они тоже Отреагировали На то Что сейчас У нас Нужно будет Каждому Владельцу Квартир Выставлять Счет Вот Издержки 5 евро Или 3 евро Как у кого Как каждый Обозначил Одноперсонно Просто сказали Вы хотите Прямые Расчеты Хорошо Но плюсом Каждому 5 евро Из этого Это была Такая грань Почему Люди поняли А зачем Нам еще Увеличивать Свои Сдержки Ну и Математично Или какой-то Логики В этом нет И ни один дом Так и не перешел На прямый Расчет Или один там Прошел В свое время Ну Здесь Копая глубже Тогда Наверное Я бы Центр Есть такая Возможность Самому По своей Инициативе Рассмотреть Эту ситуацию И сказать Есть Была такая Возможность И правда В поступке Коммунальных Поставщиков Или нет Потому что Как Селинди Посмотрела А вот Вот можно Оказывается Да Вот можно Как Регас Сказать За выставление Каждого счета 3 до 5 евро Давайте-ка Мы тоже Будем это делать У них Им же За это Ничего не было С такой Точкой Точкой Да Есть сказано А Что так поступать Нельзя Но вот Я бы ждал Больше Давайте ребята Раз уж начали Изучать вопрос Давайте Да У нас Есть звонок Между тем Я напомню 67212 93 9 Доброе утро Здравствуйте Доброе утро Здравствуйте А смысл Принятия Этого решения Это же Сейм Принял Вот это Прямые платежи Если мне Рига Силтон Сказал Вы можете Платить Напрямую Но если Ваш сосед Один Хотя бы Не заплатит Хоть сколько-то То мы вам Отключим Тепло Вот А не легче ли Было Сейму принять О том Что мы уже Сто раз Говорили Что Вот эти Долги Кредиторы Или как Они называются Не банки В первую очередь А коммунальные Платежи В первую очередь Почему Такое лобби На сегодняшний день Приняли Такое решение И до 5% Нет 10% Какие-то Там Ну так 10% Давайте Так Сегодня Средняя цена Квартиры 40 тысяч 10% Это 4 тысячи У нас Одна квартира 20 тысяч Долг 20 тысяч А она Дешевле Я могу вам сказать Так Тот долг Это другая категория Сейчас Законодатель Более-менее Отрегулирован В конце концов За 20 лет Моей работы В этой отрасли Он На 20-й год Отрегулирован Но до этого Да Старые долги Висят Смысл Не было Никакого смысла Об этом мы говорили Я помню У нас были Большие Дискуссии С господином Саковским Который был Тогда в Сайме И господином Долгополовым О том Что это Бессмысленно Прямые платежи Не решали Как вы правильно Заметили Главного вопроса Кто отвечает За поставки То есть Лозунг Тосейма Был Какой Главная Главная Аргументация Законодателя Была Какая Домоуправление Плохое Оно Не знаю Наверное Придерживает Или ворует Эти деньги Которые Население Платит Чтобы не Происходила Эта возможность Воровства Этих денег Транзит Чтобы Все деньги Шли сразу На прямую Поставщику Вот В чем был смысл А не в том Чтобы облегчить Жизнь Собственника Квартир Нет Был смысл Найти виноватого Как всегда Там где его Не было Изначально Ну и Соответственно Потому что Я так и не услышал Ни одного Доказательного Случа Когда по вине Домоуправления Деньги Не доходили До Поставщика Они не доходили Ровно В том объеме В каком Не платил Он население Другое дело Что проблема Домоуправления Которая Отслуживает Много домов Иногда Получается Так что Ну как Это там Скажем Распределение Долгов Между домами Не всегда Было Правильно Хотя Общая сумма Собранных Денег Из заплаченных Вика Силтумса И Вика Сумас Обычно Всегда Собходовала Не было По крайней мере Никто Ничего Не доказал Обрат Но Слушатель прав В том Что Нам тоже Цель Обращения Опытаться Вот здесь Лить обратно Как раз Было Именно На тот Факт Что Из-за Одного Неплатильщика Поставщики Могут Отключать И угрожает Реально Одному Дому Отключить Весь дом Да В этом В этом В этом В этом И был Смысл Нашего Обращения Опытаться О том Что Хорошо Пускай Будут Прямые Расчеты Непрямые Расчеты Но Отключать Весь дом Из-за Пару Долженков Нельзя Вот Что Бы Мы Как Оторсель Ждали Отпытаться Которые Тоже Сказали Ну Да Наверное Так Неправильно Молчат Пока Нет Я бы Сказал Еще На эту Тему Что Сэм Тогда Когда Выводил Прямые Платежи Им Предлагалось Введите Прямые Договора То есть Договор Между Владельцем Квартиры И Поставщиком Услуги И тогда Вопрос Был бы Закрыт Был бы Прямой Договор Между Юридическим Лицом И Физическим Лицом И В этом Случа Человек Сыновился Автоматически Посреди То есть Потребитель А нет Давайте Введем Прямые Платежи Между Прямых Договоров Допустим У литорцев Прямые Договоры Там Население Имеет Договор Прямой С водоканалом С поставщиком Тепла И на прямую Платят И разбирательства Идут между Конкретным Лицом Уже невозможно И в этом случае Невозможно Если Не платит Сосед Как вы можете Меня отключить Как вот С Латвэнерго Происходит Латвэнерго Имеет договора С каждым владельцем Квартир На сегодняшний день И в этом случае Латвэнерго Может отключить Того Кто не платит А все остальные Не страдают Это прямые договора Но мы Но сейм Очень удачненько Так это впадает Я понимаю Что это была Предвыборная Компания Мощная Определенных людей Вот они на этом Ехали в следующий сейм И вот Ну это было Это было Пустое мероприятие С самого начала Прямые платежи Ничего не изменят Тем более Я уже Если эфир позволяет Я скажу Я посчитал Водоканал Выставил тогда 3.36 за счет Рига Силтамс 3.36 Ну и мусорная организация Которая-то оказалась Тоже 3.36 10 евро в месяц Собственные квартиры Должен был доплатить За право платить Напрямую Плюс еще Банковские Сдержки За каждый Отдельный платеж Там хотя бы 3.6 центов Ну надо заплатить Это во десятки Значит 60-квартирный дом В месяц платит 600 евро в год Он платит 6 тысяч Так на большинстве Домов Такого Долга Нет Представляете Ну это вообще Сделали из этого Абсолютно Это притом В нашу эру Когда все Дигитально Да Можешь Все дигитально Подписать Какой-то Типовой договор В страничке Рига Суден С рига Сил Просто Печатаешь Или печатаешь Или просто С электронной росписью Подписываешь Отсылаешь И счет получаешь На свой электронный адрес А не В физическом виде Да То есть Здесь вопрос Как захотеть Если правильно Хотят Тогда могут сделать И все правильно Хотят сделать Если не хотят Тогда не делают В принципе Вот есть какая-то Фикция Которую приняли Но которая Не работает Из-за множества Вещей Которые просто Осложняют А не облегчают Коммунальную сферу Так что Все от желания Зависит Можно ли Сказать Что Все-таки Это была Какая-то Решающая Какой-то момент Что Центр прав потребителей Вмешался И признал Ну таким образом Получается косвенно Владельцев квартир Потребителями Бог его знает Здесь очень трудно Ответить на этот вопрос Потому что Центр прав потребителей Я думаю Что все равно По базе Он не может Сегодня признать Собственника квартиры Перед потребителем Потому что Заключается договор Не между физическим И юридическим лицом Тогда потребительские отношения А между Неким коллективом В неясном статусе Типа Собрание Собственников Квартир Или копий И вот эта Маморфная субстанция Которую на сегодня Законодатель Так и не понял Еще Она является Субъектом Права Или кем она является Ну есть такая штука Собрание Оно что-то решает Зоны ответственности Допустим Я скажу так Это касается Не только этого вопроса Допустим У меня сейчас Наглядный пример Пришел пожарный инспектор Предписал здание Поставить там Привести в порядок Собственникам Квартир Привести в порядок Противопожарные системы Собственники Квартир Выставили смет И написали Что нужно это делать Они взяли отказаться Вот дальше Кто Я понимаю Что пожарная инспекция Будет Езжать на домоуправление И говорит Нет Немедленно Сделать Я без денег Делать не могу Собственникам Квартира Отказаться Кто ответственный Вообще За эту ситуацию Если не дай бог Пожарный Ну юридически Вроде бы Домоуправление Ну как Оно среагировало Отдало А дальше что Если не дай бог Пойдет какой-то ущерб Или вред здоровью Как дальше Разбираться И вот Таких случаев Очень много И законодатель Просто их не хочет Вещать Или не хочет Поднимать Вообще Все эти случаи На ваш вопрос Олег Что сам шаг Он правильный Правильное направление Вопрос Что последует дальше Будет второй Третий Четвертый шаг Который показывает Какое-то направление Пытаться О том Что да Не признают Что это тоже Сфера Которую нужно регулировать Которую нужно надирать Сейчас мы не знаем Что в их головах Творится Здесь им Наверное Выгодно было Это дело Высветить Потому что Такое легкое Все эти Скажем так Какого-то рода Нарушения Они были Налицо И на поверхности Вопрос Насколько Они глубоко Начнут Брать во внимание Все Все то Что происходит В нашей сфере Может ли Бедриба Вот Заключать Напрямую С поставщиками Услуг Договора И выступать Как какое-то Юридическое лицо Бедриба Такой же Управляющий Как кооператив Как РНП И все прочее Юридический статус Бедриба Тот же самый То есть Это управляющий Да Он может заключать Договора Но это не избавляет Никого От тех самых проблем Что есть в больших Домоуправлениях И маленькую Бедрибу Что делать Если один или два Соседа Своевременно Не платят Или не платят Долговременно Все те же самые Проблемы Сваливаются На эту Бедрибу Да Бедриба Может заключить С водоканалом Но что это менять Совсеменно Заключается Коллективный договор То есть Бедриба От имени Там 70 квартир С владельцев Квартир Заключает Обор на поставку И берет на себя Ответственность За то что Все 70 квартир Одновременно Заплатят А если Там скажем Что-то другое Происходит То тогда Каким-то образом Находить эти деньги Ну Ситуация для всех Абсолютно Одинаковая А если все-таки Обратить внимание На опыт соседей Там же Такие же проблемы Или все-таки Наши соседи Ближайшие литовцы Эстонцы их решают По-другому Ну Эстонцев По коммунальным Платежам Аналогично С нашей ситуацией То есть У них Тоже Коллективная Ответственность За счета Просто-напросто Там Ну там Немножко По-другому Я сейчас Не буду Проблема есть Но она Немножко По-другому Вещается Она Вещается Вот за счет чего В Эстонии Есть В законодательстве Предписано Что каждый дом Должен иметь Накопление На На экстренный случай В размере Как минимум Трех средних Месячных Платежей То есть Если допустим Вот мы берем Дом Годовой оборот Всех Накрупп всех Свет Одну третью часть Они должны Зарезервировать То есть Это Три средних Платежа И это Является Тем самым По закону Образованным Резервным фондом Из которого Глаза гашится Временные Неплатежи Таким образом В Эстонии Зарком Создал Подушку Безопасности Каждого дома То есть Обязанностью Собственников Квартир Является Создание Такого фонда Внесение Туда денег Потом Если Появляется Дефицит По каким-то Причинам Неплатежи Временные Или какие-то Постоянные За это время Эти деньги Оттуда уходят И полностью 100% Оплачиваются Все счета А по мере Взыскания Эти деньги Возвращаются Назад Если По тем же Эстонскому Закону Если Этот фонд Истощен Полностью То собственники Квартир Должны Собрать Следующую И это Правильно Потому что На самом деле Это в этом Случае Есть большая Выгода В том Что Понимаете Домоуправление И обслуживание Содержания Дома Может нормально Функционировать Только в том Случа Если Полное Наполнение День Второй момент Чтобы эти деньги Рационально Использовались Скажем Это как в строительстве Строительство Идет вперед Только тогда Когда есть деньги Нет денег Строительство Стоит И одни Такого Будки Так и здесь Это у эстонцев У литовцев Наоборот Прямые платежи Прямые договора Прямые литовцы Но насколько Понимаете Там тоже есть Прямых платежах Когда есть традиция Прямых договоров Есть большой плюс Когда Допустим Я знаю В Вильнюсе Водоканал Перешел На учет От того Сколько он Поставляет воды И сколько Получает Выставляет денег То есть Сам объем Фактически Выпущенный С водоканала Вильнюсского Воды С выставленными Щитами Оказалось Что большая дыра И там Получилось так Поскольку Эта дыра Полностью Легла Разница На водоканал То они Моментально Во всем Вильнюсе Установились Счетчики С дистанционным Щитом Деньги Нашли Если тут же Поставщик Это Оснастил И тут же Они эту Проблему Вещали У нас же Вот этого Нету То есть У нас Водоканал Поставляет Воду Я напомню Всем До границы Земельного Участка Или до Фундамента Дома А дальше Считайте От фундамента Дома Если там Наговорит Квартирный Дом Вода По воздуху Достигает До Водного Узла Там ничего С точки зрения Водоканала Ничего нет Они вот На внешней границе Фундамента Вода Пришла А дальше И хоть Трава У нас Буквально Две минуты Осталось Ну вот Примем звонок Еще один Здравствуйте Здравствуйте Я знаю Что в Литве Точно Вы не можете Продать квартиру С долгами Нотариус Следит И Это самое И даже Один евро По всем Коммунальным По всем Абсолютно Вы должны Заплатить Только тогда Сделка будет А у нас Бомжи Продают Должники Продают А люди В доме Страдают Это Безобразие Согласен Сколько не было Дискуссий С Комиссией Сейма По поводу Того Что все-таки Долг Это является Долгом За квартиру А не Долгом Физического Лица То есть Мы обслуживаем Не физическое Лице Мы обслуживаем Общую часть Имущества То же самое Отопление Ремонт И услуги Дворника Относы К общей части Имущества Наши Законодатели Не могут Этого Понять Потому что Давно Уже Можно Было Записать Сейчас В законе Квартирной Собственности Записана Такая Интересная Фраза Которую Если Читаешь Не понимаешь К чему Если Происходит Сделка По отчуждению Квартиры То Владелец Должен Проинформировать Нового Покупателя О том Что есть Долг По коммунальным Платежам У меня возникает Вопрос Зачем Он должен Информировать Потому что Когда Вносилась Поправка К этому Закону Было написано Должен Проинформировать А если Не И Собственности Покупатели И владелец Должны Вещать Вопрос Кто Погасит Эта задолженность А если Не Покупатель Не Поинтересовался То Он и Гасит Эта задолженность Такая фраза Но вот Наш законодатель Взял аккуратненько Ножик И подчистил То есть Сказать Скажи А зачем Ну ладно Ты мне сообщил Я улыбнулся Да Милый улыбается Он мне сообщил Что за его квартирой дом Я Милый улыбаюсь Попаю И плюю На всех Остальных Собственников Квартир Мне по барабану Что там Везет Так что Радиослушатели Абсолютно прав У нас Причем Когда ты Начинаешь С ними Говорить Я не знаю Как нынешний состав Но предыдущий состав На тебя смотрят Стеклянными глазами Понятно О чем Ты здесь Говоришь Ну что же У нас на самом деле Время Закончилась Программа Спасибо огромное Я напомню Что председатель Правления Товарищество Центр консультации Собственников Квардиры Председатель Кооператива Бака 2 Сергей Сидорко И эксперт С опытом Организации Руководства Частных Муниципальных Домоуправлений В том числе РНП Эвер Гонтарев Отвечали сегодня На ваши вопросы Спасибо огромное До следующего Понедельника До свидания Хорошего дня Всего доброго Слушайте Радио Болтком